Чтобы спасти дома. Спасти дома? А зачем их спасать? Что с ними происходит-то? Их сносят. Их сносят? Ну и что, может, хорошие другие дадут? Мне все нравится. Тебе нравится? Понятно. Молодец. Извините, у меня нетриспрофиль, почему? Это против реновации, против выселения из Москвы, и людей в пятиэтажах, которые живут. А куда их поселят? Да куда захотят, туда выселят. 4,5 тысячи зданий под снос. И дальше неизвестно, куда людей. Скажите, пожалуйста, вы почему здесь сегодня? Потому что нарушается конституция. И переселение – это не главная цель. Мы не против переселения. В принципе, переселение должно быть с человеческим лицом. Поэтому мы же не бесправны, не грамотны. Мы читаем интернет, газеты, в которых ничего не донышишь. Сегодня по телевидению не было ни одного упоминания этого митинга. Это разве не событие в Москве? Конечно, это событие. А как вы думаете, почему вообще возможно такое, что берут и лишают собственности огромное количество людей? Поскольку у нас не политический митинг, я не буду отвечать на ваш вопрос. Я думаю, и вам, и мне известно почему. Мне не нравится закон, по которому любое... Там пятиэтажка как бы такова и не фигурирует. Просто закон, где у тебя изымают собственность. Решают основное как бы статьи конституции. А почему это вообще возможно? Вы можете сказать в нашей стране? А в нашей стране почему это возможно? Потому что нет судов, нет прессы и всё. Нет гласности. И отсюда и нету какой-то вот инициативного народа. Почему-то все сидят по домам, их как бы грабят. Вот меня не касается. Я даже не знаю, как это сказать. Наверное, вот это генетическое, что произошло за многие десятилетия, сказалось. А что, как вы думаете, что надо сделать, чтобы такого вообще не было в нашей стране? Чтобы такие вещи не происходили? Это очень сложный вопрос. Это должна быть, наверное, и могучая политическая воля. Чья? Она, наверное, сверху. Хороший пример Грузии здесь, где наиболее коррумпированная в Советском Союзе страна превратилась в наиболее достойную из всех советских республик. Скажите, пожалуйста, вот это ваша первая акция, куда вы выходите высказывать? Нет, я выхожу вообще на все. Ну, как бы я не смотрю на результаты, просто мое внутреннее, я должен пойти. А что из этого выйдет, мне не важно, сколько придет, чего. Но это как бы мое внутреннее отношение к существующей действительности. Спасибо огромное. А скажите, пожалуйста, вы почему здесь? Потому что я против того, чтобы постигали на мою частную собственность, которую я купила сама. Отремонтировала сама. А как вы думаете, почему вообще возможно у нас такое? За кого без того дела? Потому что у нас зажравшаяся власть, которая потеряла все края, которая не считается со своим народом. Это причина одна. А народ-то что? Что мы сидим на диване и не голосуем за тех, за кого нужно. А это вообще имеет смысл голосовать? Вот вы считаете, что... К сожалению, я хожу всегда и на все выборы. Но поскольку у нас все подтусовано, но все равно пытаться надо. Это мое глубокое мнение. Что надо, что должно произойти, чтобы вот такого у нас не было возможно? Чтобы у нас не было... Ну, призывать к совести наше руководство, я думаю, совершенно бессмысленно. Я думаю, что каждый должен осмыслить и понять, чего он хочет в этой жизни. Если он хочет, чтобы его еще выпорали на площади Росгармя, то вперед, сидеть дальше на диване. А скажите, это вот ваша первая акция, куда вы выходите? Абсолютно точно. А раньше не было таких акций? Нет. Но ведь, как вы думаете, очень много несправедливости, да? Просто вот за вами пришли конкретно сейчас. Столько несправедливости, и вы вот первый раз выходите. А у меня сын политиммигрант, поэтому мне было и так очень трудно в этой жизни, знаете. А что делать-то нужно, чтобы все изменилось? Чтобы вот такого не могло быть? Сложно придумать, что делать. Мы почему-то стали очень ко всему относиться без большей такой пожелания, чтобы что-то организовать, самим отстоять. Мы все слушаем и спрашиваем у президента. Когда вы покажете нам первую леди, а какой масти у вас щенок? Вот такой нас интересует. Тупой и мы стали. А скажите, пожалуйста, это вот ваша первая акция, на которую? Первая, да ну, куда же идти? Просто обидно, что это моя собственность. Я и так 43 года отработала. Меня уже сколько раз надули. Гайдар обнулил, ваучеры нам дали, сказали, две Болги бабушка купишь. Я рулю до сих пор на этой Болге. А за мэра вы голосовали? Нет, нет. А за президента? За президента был, говорят, такой. Да? Было. Ну, значит, получаете то, что голосовали. Ну, конечно. Каждый получает то, что заработал. А ты почему вообще пришел? Потому что живу в Хрущевке. Да? Да. Живешь в Хрущевке. В Огородском? А как твои родители относятся к тому, что сносят вас? Пусть стояли еще. Не надо сносить их. Да? А ты понимаешь, что это не просто сносит, это ведь собственность у тебя? Там большие дома стоят. Ты думаешь, да? Да. Собственность у вас отнимают, понимаешь это, нет? Да. Пересядят в Новую Москву. Ну, хочешь жить в Новой Москве? Нет. У себя буду жить. Слушай, а почему, как ты думаешь, вообще возможно в нашей стране взять и отнять собственность у кого-то? Беспредел. Беспредел? А почему беспредел? Мы же граждане. Вот так народ относится. Понятно. Спасибо. А вы почему здесь сегодня? Нет, потому что я выступаю против закона, который пытаются принять. Почему? У вас какие-то есть личные мотивы? Я адвокат, юрист, и я понимаю, что этот закон антиконституционный, что нарушат основные незыблемые права каждого гражданина. Именно поэтому я здесь, как думаю, что и многие. Это не вопрос конкретных домов и вопрос интересов конкретного человека. Это вопрос, в принципе, их соблюдения, права. Защиты православственности. А это я здесь. Ага. А вот как вы думаете, вот вы адвокат, юрист, да, почему вообще у нас в стране такая возможная вещь? Ну, это не вопрос, это политический вопрос. Собственность, решение. Ну, пока невозможно. Видите, сколько людей пришло? Я надеюсь, что не будет возможно. Но он же уже принят в первом чтении. Это первое чтение еще не означает, что оно принято. Он не вступил в закон и силу, поэтому здесь очень многие люди присутствуют. Да нет. Я надеюсь, что в нашей стране это не будет возможно. Потому что народ не привык сопротивляться. Именно поэтому считаю, что возможно принятие любого закона, точнее не принятие, а внесение в уздум любого закона проекта. А вот, кстати, мы говорили, что сейчас взяли, сказали, что политических лозунгов не должно быть, да? А вообще это не связано с политикой, как по-вашему, все, что происходит? И самое главное, кто строит? Мы говорим о защите права собственности, мы в политику не лезем. Но ведь это прямая связь. Нет, вы нам не навязываете свое мнение. Мы говорим о том, что мы не говорим про политику, мы говорим о том, что мы защита права собственности не политически. Люди пришли оставить свои права, а вопрос о политике это настолько личный подход индивидуальный для каждого из присутствующих. Наверное, такие вопросы, в принципе, не рекомендую задавать присутствующим, потому что, в принципе, того, как провокация. А скажите, пожалуйста, вы первый раз вообще на митингах таких каких-то? Ну, на самом деле, у нас их не так много и проходилось. Да? Понятно. А вы почему сегодня пришли сюда? Ну, поддержать друзей и вообще высказать свое мнение, что я против навязывания вот этого массового расселения пятиэтажек. Ну что, продвигаемся, может, они там... Как вы думаете, а почему вообще это возможно у нас в стране? Ну, потому что нас считают всех, наверное, за стадо баранов и овец, которыми можно делать все, что угодно, не считаясь ни с какими законами, ни с нашим мнением. Хотят сносить коммерческий выкуп. Пусть платят нам деньги рыночные, а мы подумаем, съезжать нам или нет. А что надо, чтобы вообще в нашей стране такого не могло произойти, в принципе? Ну, конечно же, полная смена, да, существующей власти и остановления гражданского общества. Ну, вот 17 лет уже одна и та же власть, как она поменяется? Ну, гражданское общество формируется, потихонечку отформируется. Ну, смотрите, сколько людей. Власть потихоньку трогает все категории граждан. Из нас никто в Хрущевках не живет на самом деле. Понимаете? Ну, мы пришли, потому что мы понимаем, что это все равно все касается всех. Да, надо защищать других. Вот я понимаю, что вы люди активные. А вы, скажите, это вот первый ваш выход или нет? Мой первый. У меня четвертый. А по каким поводам вы ходили? Ну, в Марьино в поддержку Навального. Потом был зоозащитный митинг против живодерок Хабаровска. Зоозащитный, да. Память Бориса Немцова. И 26 марта вот эта вот прогулка под Тверской. Ну, это пятый раз я иду, да. Пятый раз, да. Мы должны сказать про ту цель, к которой мы пришли с нашим лаганом. Да, да, да. Потому что страдают. Пятиэтажки – это зеленые районы, в которых, ну, как правило, большое количество зеленых насаждений. А самое главное, в них живет огромное количество кошек в отвалах, которые, собственно, защищают наш город от крыс. И при сносе пятиэтажек погибнет, ну, по моим оценкам, не меньше 80 тысяч этих животных. И в новых новостройках уже кошек не будет. Не будет. Управляющую компанию не дадут им там. В долгосрочной перспективе Москва рискует быть заполненной крысами. Реально. И это вполне реальная перспектива. Просто люди еще не представляют, что это такое. А вы же не можете рядом с крысами, да. Вперед, ускоряется с темой. Здесь мы играем. Почему мы здесь? Мы против виноваться. Мы против того, чтобы люди сносили их дома и высылали их черт знает куда. А почему вообще возможно в нашей стране такое? Почему у нас такое возможно? Еще Платон сказал, что гражданская бессознательность рождает власть тиранов. Собственно, сейчас у нас граждане довольно-таки бессознательные. В политику не лезут особо, политика не интересуется. Ну и, собственно, мы получаем то, что получаем. Это репрессии за картинки ВКонтакте, это Платон, который против дальнобойщиков работает, это реновация. И дальше будут другие всякие поборы, всякие антиконституционные законы и так далее. Ну, может быть, ведут там на окна воздух, может тогда народ отчелкнуть. Кто знает. А чего тогда надо делать, чтобы все это прекратилось в пределах? Политизироваться, выходить на улицы, бороться за свои права. Мы, русские националисты, призываем наш народ и другие народы тоже бороться за свои права, политизироваться и как можно больше участвовать в общественной жизни. Теперь добрались до квартир. Им наплевать, пятиэтажки, ветхое, новое жилье. Если чиновник решил, что этот участок подойдет, значит, людей нафиг куда-нибудь в кусты. А если кто будет сопротивляться, тех вон ОМОН. В тех, в автозак. Вот и все. Ну, то есть, вы... Пятиэтажки тут ни при чем абсолютно. Вы просто против Собянина. Не против Собянина, я против Путина, который устроил систему, игнорирующую законы. Вообще законы, в частности, вот частная собственность, заправа частной собственности. Наши квартиры, которые мы приватизировали, которые наши, да? Они хотят это игнорировать абсолютно. Они проигнорировали этих самых коммерсантов, которые приватизировали свои палаточки, да, там ларьки. Просто ковшом их снесли. Не потеряйтесь? Да, все. Не прикрывайтесь своими бумажками. Да, и нам, это самое, нам просто сейчас говорят, подотритесь своей собственностью. Это теперь наша страна. Это теперь все наше. Мы здесь хотим от вас ноги вытирать. Этот закон... Ну, все, значит, вот мы против них и вышли. Нужно добавить. Все семьей. Нас дети с нами вышли. Законопроект касается не только Москвы, как думают все. И не только пятиэтажных. Всех... Кого? Всей России. Если его примут, этот закон, это будет просто опричненно. Вообще, кого угодно можно выселять, отдавать застройщикам за взятку. Какая-то наша? Моговая тоже. Моговая тоже. Моговая тоже. Вот класс. И ты пойдешь в историю. Ага. Можно тебе вопрос задать? Почему пришла сюда? Расскажи. Чтобы спасти дома. Потому что сейчас лисуют пятиэтажки, а потом начнут и будут сносить девятиэтажки. Понятно. А мне, моя квартира, достался где-то. И там написано, как я хочу жить в своем доме. Трехэтажный такой. Так у кого.